Уважаемые коллеги, подвольте напомнить. Под инфекцией мучеводящих детей мы понимаем огромное стабильное поражение органов мучеводящих системы без указания в домике. Вот данные здраво за 2800 годов. По статистическим данным распространенность инфекции мучеводящих детей и почек у детей продолжает увеличиваться и за последние 5 лет от 40 эпизодов, увеличиваясь до 50 жителей на 1000 детского населения. Почему эта проблема является для нас актуальной и важной? Потому что по данным МОЗа 10-й год, по структуре хронической почечной недостаточности у детей, обструктивная нефропатия стоит на первом месте и занимает 21,5%. То есть обструктивная нефропатия – это оброжденная аномалия развития мучеводящих систем, это мегаггольтеры, гидродепрозы, гидродепрозы, пузырно-мочекочниковый рефлюкс. Проявляются они тем, что или постоянные децидивы биоэнфритом или, что хуже, латентно текущая инфекция у человеческих детей. К 16-17 годам мы получаем ребенка с терминальной хронической почечной недостаточности. На рефлюксной апробатии 8% наблюдения, а сам биоэнфрит у всего 1% в этой структуре нет. Что же приводит к почечной недостаточности? Безусловно, постоянное прогрессирование микробно-воспалительных заболеваний. Какие причины? Как я уже говорила, аномалии развития органов мочевой системы. Ранний возраст манифестации – до 6 месяцев до года. Мужской пол, рецидивирующий течение инфекции мочевой системы и нарушение уродинамики. Под нарушением уродинамики в данной ситуации мы понимаем нейрогенные расстройства мочевого пудря. Рецидивирование инфекции мочевой системы зависит от состояния и предрасположенности макроорганизма, от особенностей космологической системы и наличия уропатогенных микроорганизмов, способных к преодолению защитных барьеров хозяина. То есть, когда нарушается равновесие, взаимодействие макро- и микроорганизмов, развиваются пилонеприты и циститы. Безусловно, мы с вами проводим противорецидивную терапию, стараемся их проводить. Основные ее цели, конечно, профилактика пилонепритических атак, профилактика выращивания более эсистентной крови. И это все ведет к профилактике развития гипропластических процессов мочков. Показания для противорецидивной терапии. Опять же, такие аномалии развития органов мочевой системы. Любые. Отдельно пузырь на мочеточниковый реплюкс независимо от гостей и невыраженности. После операционный период. Ну, тут имеется в виду катабилизация мочевого пузыря, постоянные, временные и нейрогенные мочевые пузырьки. Проблема противорецидивной терапии для нас, детских нефрологов, очень диспутабельна. И мы постоянно решаем эти вопросы с нашими коллегами, детскими урологами, гидиатрами. Кто из вас с этим сталкиваться, наверное, знает. Единого решения и консенсуса мы до сих пор не нашли. Основные проблемы, которые вызывают разногласия. Огромное количество антибактериальных препаратов. Что из них можно выбрать? Адекватная дозировка, сроки применения. Самый крануольный вопрос вообще, нужна ли противорецидивная терапия или нет. Это наше расслабление с урологами постоянно. Они считают, что нужна оперативная коррекция и на этом закончить. Мы придерживаемся другого взгляда в некоторых ситуациях. И, конечно, растущая резистентность микроорганизмов к основным антибактериальным препаратам. Высокая частота осложнений и пабличные действия. Согласно приводным исследованиям, в основном зарубежным, которые были проведены от 2009 до 2012 годах, проводилось сравнительное изучение резистентности к основным антибактериальным препаратам. И было уявлено, что наименьшая резистентность, то есть достаточно высокая чувствительность сохраняется в постоянных микроорганизмов препаратах. Ну, все вы знаете, препарат Фурамат – это последний представитель современной нитрофураматным препаратов. Все вы, наверное, как семейные врачи-педиатры с ним работали. И нареканий, в принципе, никогда на него у нас не было. Значит, ну, Фурамат, позвольте напомнить, это препарат парламид фарного фирма и латвией, капсульной форме по 25 мг, 50 мг. Представляет вам себя калиевую соль Фурагина в сочетании с карбонатом Батния в соотношении 1 к 1. Карбонат Батния дает, собственно, в отличие от Фурагина, возможность всасывания этого препарата в основном удобным к женщине, поэтому его концентрация в биологических средах, желчи, инфиума, че, броли в 2,5-3 раза выше по сравнению с пулакидом. Клинически значимая концентрация препарата достигается через 2 часа и держится до 8 часов, что удобно для кратности дозировки в течение суток. Крови также сохраняются от 3 до 8 часов. Препарат достаточно широк, а спектр действия и грамм положительные, грамм отрицательные, патогенные грибы, простейшие. Ну, это классический слайд, который показывает преимущество Курамада по сравнению с пулакидом. Концентрация мочи после одновременного приема практически в 25-30 раз выше по сравнению с пулакидом. В 2012 году ВОЗ поставила, так сказать, лозунг «Глобальная стратегия по сдерживанию резистентности микроорганизмов антимикробных препаратов». Потому что замок микробиологи считают, что ситуация практически критическая. Масса новых антибактериальных препаратов и достаточно быстро бактерии им отожделяется. И вот мы провели пилотный проект по оценке воздействиями на препаратах «Ромак» на рост биопленок и «Ромфобизиологические слойства» самых частых поскудителей кишечной палочи и пластологов «Аурео». И головы, для наших фрамов, повреждают репасовальные белки бактерии, что приводит к нарушению параметров жизнедеятельности бактерий. Подавляется синтез белков, аэротный, аэротический метаболизм, синтез нуклеиновых кислот и клеточный стены. Видимо, это все и лежит в основе его как хорошего антибактериального действия, так и сохраняющийся к нему чувствительности. Ну, все вышесказанные определили на цель нашего исследования. Мы оценивали эффективность противорецидивной терапии препаратов «Ромак» у детей с хронической инфекцией в гипотезе системы. Параллельно мы, как мы шли двумя путями, мы изучали особенности микробного спектра, чувствительности микробной нагрузки и патогенных слозей бактерий у этой группы детей и изучали состояние местного иммунитета. слизистых, как у этих же детей. Ну, дизайн исследования. То есть, в исследовании пошло 50 детей, возраст, нозологический двор на пол, представленный перед вами. Все эти дети имели хронические инфекции мучающих людей. То есть, они давали рецидивы не менее двух раз в году. И на момент исследования все они наводились в состоянии рецидива, в состоянии активной фазы. Начинали мы лечение. Ну, в нашей клинике принято ступенчатая антибактериальная терапия. То есть, мы давали широкого профиля антибиотиков, правильно? Это цепало спаим. 10-14 дней. Форма укрепения зависела от состояния тяжести заболевания. Затем больные получали фуромаг 5 мг на килограмм в сутки. Это терапевтическая доза. 12-14 дней. А затем они переходили на профилактическую дозу фуромага 1,5 мг на килограмм в сутки. Однократно. Как правило, на ночь. И тут мы разделили детей на две группы. Первая группа получала профилактическую дозу всего месяц. Вторая — 6 месяцев. И вот, что мы получили. Ну, прежде всего, безусловно, дети неоднократно лечены антибактериальной препаратой. Разные. Естественно, мы определяли спектр микроорганизма мочи. Независимо от варианта пилы, лепит, обструктивный или не обструктивный. Вы видите, практически идентично. Везде преобладает кишечная палочка. И единственное, больше полиморфизм и микроорганизмов при обструктивном варианте. Мы встречаем клюзи, елопротеи, стапилокок. В незначительных количествах 6%. Что, кстати, само по себе является фактором третики и рапортируемого нитрида. Далее мы изучали микробную нагрузку образцового мочи. Также разницы между вариантами пилы и лепита не было. Преобладала контоминационная нагрузка. То есть это 10 в третьей, выше 10 в четвертой. И условно-патогенная флора была на втором месте. Одинаковое количество истинной бактерибрии. Это 10 в пятой колонии образующей единицы выше. 8-7% в обоих вариантов пилы и лепитов. Тоже контоминационная показатель микробной нагрузки. Условно-патогенная флора. Ибо данная литература. Ибо нашим наблюдением является тоже фактором прогрессирования. И глицинерирования воспалительных заболеваний. Изучали мы и буропатогенные свойства. У наиболее часто встречаемых микроорганизмов. Прежде всего адгезивные свойства. Как вы видите, у всех детей наблюдалось в полтора-два раза выше. Аггезивные свойства по сравнению с контрольным штабом. То есть, что такое аггезивные свойства? Это повышенная тропность к эпиделию, к слизистой. И обреченная там фиксация. Соответственно, сложнее нам его оттуда достать и элиминировать. И, конечно, чувствительность. Тоже к основным, наиболее часто встречаемым микровозбудителям. Как видите, самая низкая чувствительность у нас к глицериновому ряду, к глицерину. Практически такая же к бисептолу, которой мы все равно пользуемся и, в принципе, его любят. Слава Богу, что у нас сохраняется достаточно высокая чувствительность к глицерпо-распоринам широкого ряда. И практически на уровне с ним чувствительность к фурамамам. Далее мы определяли состояние у этих детей местного иммунитета. Поскольку все микроорганизмы имеют широкий антигенный спектр и, естественно, воздействуют на иммунную систему организма. Мы изучали, как наши больные, несмотря на длительность лечения фурамамам, отвечали на микроорганизмы инвазию. Но это очень общие, очень схематически представленные этапы местной защиты. То есть инвазия микроорганизма вызывает в репетерии воспалительную реакцию. Затем идет активация полиморфно-ядерных гроновоцитов, которые, в свою очередь, стимулируют продукцию протеиназ. Антипротеиназ, который разделяется на сигнальные антипротеиназы и системные. Нас интересуют сигнальные антипротеиназы, к которым относятся элогины и секретарный ингибитор глигоцитарный протеиназ, обращенный с линией. Что это такое? Это антиневротные гептиды, которые продукцируются эпителиальными ветками слизистых, макрофагами, нейтрофилами, не только УРНД, это и респираторные травмы, кишечники, даже амбиотическое жирное. То есть основная их функция – кризис микроорганизмов. Любого, который попадает, обладает и широким спектром действия, и против глибов, и против костей. И что показало наше исследование? Ну, понятно, что мы определяли в этом свете и в крови, и в моче. То лечение, после лечения, то лечение урона были повышены в крови. Плаза по сравнению с нормой мочи 10 раз. После документированной клинико-лабораторной ремиссии мы определяли эти же показатели. И вы видите, что если в моче практически уровни приближались к норме, не достигли полной нормы, но приближались к крови, еще уровни, в общем-то, тенденция нормализации отмечалась, но полной нормализации не было. То есть мы расценили это как адекватную реакцию организма как на микровоспудитель, так и несмотря на длительное промокирование лечения, практически до 6 месяцев в одной группе, реакция иммунитета местного была адекватной. Безусловно, мы наблюдали эту группу детей в катам. Исследование у нас заняло 8 месяцев наблюдения. То есть, ну я сейчас позволю себе напомнить, так как у нас некоторая путаница в терминологии, ранние рецидивные, это нарастание активности процесса или в периоде лечения, или в первые две недели после окончания лечения. Как правило, это обусловлено вот той самой персистенцией, о которой я говорила ранее, или же постоянное инфицирование других биотопов. Чаще всего это и снижающим паника. Поздний рецидив, это рецидив после окончания лечения. И по мнению большинства авторов, это следует расценивать как реинфекцию заболевания, причем, возможно, даже с пневмозбудителем. И манифестация заболевания на фоне протоконаптической терапии, это неэффективность всего предыдущего курса лечения. Итак, в ходе наблюдения, ранних рецидивов у нас не было вообще. Поздний рецидив у нас стало 12 человек, это составило 23%. В первой группе 8%, во второй 4%. Мы интеллектуально исследовали, рассматривали каждый рецидив. Значит, в первой группе пятеро больных дали рецидив. Через 2 недели после прекращения приема фуромакоприотической тозы, все это при детисе, аномалии и развитии с пузырьным отчеточником и рецидивом. Два человека были с нейрогеновичевым пузырем по гипотемическому типу, и одна девочка у нее был диагностированный боль. То есть, это как бы не наша ситуация. Вторая группа пациентов. Рецидив дала 4 пациента. Рецидив был через месяц и больше. После прекращения приема фуромакоприотической терапии, все дети были с аномалиями, с пузырьным отчеточником и рецидивом. Таким образом, пролонгированное применение фуромаков в профилактической тозе после стандарта 4-х недельной антибактериальной терапии высоко эффективно, особенно у детей с рецидивирующим течением хронической инфекцией бочевых путей. Наиболее эффективна профилактическая терапия фуромаков у детей с вторичным обструктивным пилотом. Несмотря на видимость лечения, сохраняется высокая чувствительность с микронизмом фуромаком, мы не отмечали иммунодепрессивного действия на состояние местного иммунитета. Но, кроме того, фуромак хорошо переносит за пациентами. Разного возраста мы подавали детям обводом в Новый год. И правополучных действий осложнений и терапии мы не отмечали. Благодарю за внимание.